Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру по названию Silent Hill 3. Так, сейчас мне предстоит битва с боссом, проблема заключается в том, что мне нечем подлечиться. Так, и давайте мы переоденемся, так. Следующая футболка у нас футболка убийца кролика, оригинальная футболка Silent Hill. Ну-ка, что это за футболка такая? Так, я особо-то не хотел прибегать к использованию УЗИ с бесконечными патронами, но, к сожалению, есть некоторые баги в игре. Ну, точнее, из-за того, что я играю на уровне сложности Hard, ну, то есть сложно. Они решили, короче, усложнить игру тем, что, короче, баги будут в игре. Допустим, враг не станется, хотя должен был станется. Ну, то есть, либо станет он через раз, то есть я без остановки стреляю, по идее, ко мне собака никак не должна подобраться, а она подбирается. То есть, 3 раза подряд я стрельнул, я просто вот держу, ну, вот, прицелился и просто жму кнопку стрельбы. То есть, всегда стреляю через определенный промежуток времени. Три раза выстрелил, собака застанивалась на четвертый раз, нет, она в сторону меня укусила. Почему? Между выстрелом и промежуток один и тот же. А там прям видно то, что собака, которая замедлялась, ну, то есть станилась, она перестала станеться, и то есть выстрел четвертый, он намного дольше происходит. Специально. Можно, конечно, назад пятиться, но это не всегда помогает. Блин, где еще этот лунный камень? Так, неплохо было бы мне дать аптечек хоть чуть-чуть. А то перед битвой с боссом, как бы без здоровья, это как-то слишком. Быть так. Ага. На аптечке они поскупились. Значит, с боссом мы будем сражаться немножечко не по-честному. Так как они сами не захотели, чтобы игра была честной. Нет, ну пожалуйста, вот, если я играю на уровне сложности хард, да пожалуйста, да, делайте больше врагов, делайте больше, чтобы нужно было выстрелов сделать, для того, чтобы убить врагов. То есть добавляйте им больше здоровья, уменьшайте урон мой. Хотя это уже слишком, уменьшать урон. Может и просто в здоровье больше врагам добавлять на харде. Но блин, дело так, чтобы они не станутся, хотя по идее они станутся. То есть через раз, чтобы они станутся, ну то есть даже не через раз, когда это вам выгодно, чтобы враги не станутся. Это уже как-то слишком. И патронов, блин, всегда не хватает. Ну, нужно просто выработать определенную тактику. Ведь на 10, блин, на 10 звезд, когда буду проходить. Во-первых, урон нельзя получать. Нужно убить определенное количество врагов. Причем здесь вот эти громилы, огромные боксеры, которых придется пропускать. Потому что патронов слишком много на них нужно. Собаки тоже какие-то надоедливые. Так, ну ладно. Будем играть по-другому. Так, и с какой стороны он появится? Короче, нужно далеко убегать от него. С какой стороны он? Блин, это же... Так, он теперь назад заползает. Так, отлично. Блин, я так погибнуть не смогу. Я бы пытался с пистолетом его победить. Так, отлично. Так, ну ладно, все. Да. Если бы не было такой фигни, то что даже аптечек мне не дали перед битвой с боссом. В первой и второй части таких проблем особо-то не было. Ну да, там были, вот есть багованный босс, вот, например, вот эта вот моль дурацкая. Что? Это торговый центр, такой же, как и раньше. Я вернулась? Так, насколько я помню, здесь все двери вроде закрыты. Ну да, все двери закрыты. Так, мне бы не помешало бы... Не помешали бы аптечки. Так, нам сначала сюда нужно сходить. Так, не знаю, но тут вроде куда-то можно зайти. Это вообще не дверь. Может быть здесь аптечки? Не помню, были здесь аптечки, нет. А, здесь, наверное, все закрыто. Да, тут все закрыто, то есть зря мы сюда пошли вообще. Ну ладно. Значит, встреча с Дугласом. Потом мы пойдем в метро. Блин, там метро тоже у метро свои проблемы. Ветро. Ветро. Играет музыка. Это вы. Что вообще случилось? Вы должно быть один из них. Что я такое сделал? И что вы подразумеваете под одним из них? Вы заодно с этой Клаудией, не так ли? Клауди? А она-то здесь при чём? Она попросила меня разыскать вас, вот и всё. Значит, ты один из них. Всё, это дело рук Клауди? Слушайте, меня просто наняли найти вас. Я не нахожусь ни на чьей стороне. И об этом ничего не знаю. Почему бы вам просто не рассказать мне, что здесь произошло? И тот монстр... Что это? Чёрт возьми, было такое. Я знаю не больше вашего. Я лишь знаю, что здесь творится нечто весьма ненормальное, и... У меня странное предчувствие, что это как-то связано со мной. Возможно, вы всего лишь невинный свидетель, но мне... Мне вас не жаль, потому что вы втянули меня в это. Если бы вы не нашли меня... О чём... О чём вы говорите? Что у вас такого особенного? Если бы я знала, то не была бы в таком замешательстве. Правда? Что-то такое, от чего я сбежала и уже давно забыла. Как же мне это вспомнить? Что такое? Ничего. Куда вы? Я поеду домой на метро. А мне что делать? Чёрт, если бы я знала. Так. Нужно быть внимательнее. Потому что в прошлый раз я карту метро так и не нашёл. Мне больше нечего там делать, я бы перед полчала побыстрее вернуться домой. Так, тупик. Так, ну в одну дверь вроде зайти можно. А, нет, здесь всё, тупик. Ну ладно, в эту сторону мы больше не будем ходить. Так, ну что ж, возьмём пистолет для начала. Так, по идее, карта где-то вот здесь должна быть в этом районе. Нужно посмотреть внимательнее. Обычно карта бывает не в самом начале локации, но где-то рядом сначала. Мы должны несколько шагов сделать и потом должны найти эту карту. Здесь есть карта метро. Но я и без неё знаю, как мне доехать до дома. Мне просто нужно сесть на поезд с третьей платформы до станции Берген-стрит. Блин, нету карты. А должна же карта быть, ё-моё. Где карту искать? Так, я всё обыщу здесь. Это карта метро, а мне нужна карта метро, но другая карта. Карта станции метро. А не карта метро. Блин, где мне искать? Карту, она должна быть, я по-любому так думаю, должна. Я её просто где-то упустил, потому что ещё одна локация была, где я не нашёл карту. Хм. Так, может где-то здесь? Вот она! Это же карта? Да, это карта. Блин, я же проходил мимо, а просто не обратил внимания. Блин, карта метро. В прошлый раз я без этой карты, блин, ходил. Ну ладно. Так, замок сломан. Ну что ж. Пойди с такой карты, легче ходить. Так, интересно, а если мы по лестнице спускаемся, она у нас отмечается, как-то типа мы проходили через неё или нет? Давайте посмотрим. Так, по идее, нам налево не нужно. Пока что. Так, ну эти двери, они вроде закрыты, вот сюда можно попасть. А нет, нельзя, подождите. Через какие двери я проходил? Нет. Надо вот по лестнице спуститься, и там будут двери, через которые можно попасть. Так, хорошо. Так, ну нам сначала нужны вот эти вот. Вот эти вот два перона. Третья и четвёртая, потом вторая. А, нет, подожди, первый и второй. Нам надо на третьей. Ага, всё. Лестница отмечается, то, что я тут ходил. Хорошо. Направо у нас, что тут у нас? Замок сломан. А налево можно пройти. Так, я уж не помню, что нам нужно найти на станции, чтобы пройти дальше. Так, у нас тут собака, что ли? Или толстяк спит? Может быть, и то, и другое. Так, собаки. Да блин, как так? Смотрите, один выстрел, и всё. Ой, то есть, один укус, и всё. По идее, собака должна была застаниться. Вот смотрите, что мне делать? Вот. Вот сейчас она не застанилась и укусила меня. Что это за фигня такая была? Почему она не застанилась? Последний выстрел. По идее, она после каждого выстрела станется. Я, блин, хотел по-честному из пистолета стрелять, но... Мне сама игра не даёт такой возможности. Во-первых, она мне не даёт аптечек. Я не помню, где аптечки. Далеко были аптечки. Даже вот так вот не получается. Да блин, третья собака. Так вот, одну собаку я, честно, победил. Тихо! Им вообще даже целиться у меня так-то не нужно. Они всегда в меня попадают. Как? Она меня даже не укусила. Она просто поднялась на... Ну, встала на ноги и, короче, всё. Сейчас она мимо пролетела меня. Да как так-то? Ну, да. Ну, да. Не даёт вот это возможности играть, по-честному. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот и всё. Вот что ты сейчас в тупизме делаешь? По идее, я её ударил, блин, ногой. Она должна была упасть. Вот и всё. Это тупизм. Вот поэтому приходится брать УЗИ. Ведь игра мне забыла выдать аптечку. Перед битвой с боссом. Или хотя бы когда я приехал на новую локацию. Да вот. Это что за фигня такая, а? Что это за тупизм? Так, всё, баги пофиксил. Баги были по фикшену. Слушайте, а аптечку мне хоть кто-нибудь даст, а? Вот поэтому мне и приходится бегать с УЗИ. Так, у нас опять две собаки. Собаки-то спа... спа... спауниваются заново, да? А медикаментов у меня нет. Чем мне лечиться? Я могу просто мимо собак пробегать, но тогда я не получу нужную у меня концовку. А мне нужна концовка эта. Проход завален мусором. Мне здесь не пройти. Вообще-то здесь не только мусор. Здесь вообще-то труп какой-то лежит. Так, отлично. Хоть чуть-чуть мы подлечились. Блин, здесь этот толстяк. Блин, здесь этот толстяк. Даже не толстяк, а собака. Ну вот то, что я подлечился, мне это ничего не дало. Мне опять мало здоровья. Так, по идее там показано, что типа подъем есть, лестница. А этой лестницы нет. Я мимо пробегал, а она не отметилась на карте никак. Минь. Вот смотрите. Типы. Так. Как, у меня есть. Знаете, чем можно объяснить бесконечные патроны у УЗИ? Хизер же является лесой, то что она является богом. Вот поэтому у него и бесконечные патроны. Так, здесь мы вроде дробовик найдем, да? Это коробка в подарочной упаковке. Неужели подарок на день рождения? Нет, не думаю, никто из моих знакомых не подарил бы мне нечто отвратительное. Но я все равно возьму его, он пригодится против монстров. Так, патроны для дробовика. Так, интересно, сколько надо патронов потратить, чтобы убить этого монстра? Так, он совеста! он сейчас снова поднимется или как нет он уже не поднимется отлично четыре патрона он бегает Я думал типа он здоровяк, бегать не умеет А он бегает Он сейчас опять поднимется Так, вот теперь он не поднимется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, стремянка и тачка переграждают дорогу Я не смогу здесь пройти Так, ну что ж, ладно, давайте мы на этом тогда завершим серию Всем спасибо за просмотр С вами был Роман Раскольников До встречи в следующих видео Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин